В праздничные выходные в регион приехала великая княгиня Мария Владимировна, глава российского императорского дома. Проживает она в Испании, в Россию прибыла по случаю памятной даты. В этом году наша страна празднует 400-летие окончания Смуты и воцарение династии Романовых. Визит в Иванский регион начался с шуи, княгиня возложила цветы к памятнику жертвам политических репрессий. В понедельник официальный прием главы императорского дома состоялся в региональном правительстве. Вице-губернатор Виктор Смирнов рассказал княгине о текстильном Иванове, о советском прошлом города и, конечно, о невестах. Это были огромные производства с огромным количеством работающих. Не случайно за городом Ивановым в 60-е годы 20-го столетия закрепилась слава города невест. И даже песня такая появилась, «Иваново город невест», с учетом того, что в советские годы на текстильных предприятиях трудились, в основном, конечно, женщины. Наследницы Романовых советская Россия не видела. В страну, которой правили ее предки, она приехала только в 1992 году. Времена были не самые лучшие. Народ был умный, видно, ему было очень тяжело, все было довольно серо, бетон валялся по улицам, железо. Думаешь, какая-то война только что произошла, я об этом не знала. Княгиня много ездит по миру. Она знает около восьми языков. Благодаря этому Мария Владимировна лично общается с жителями разных стран. Самыми бедными она считает тех, кто потерял связь со своими предками, со своей историей. Духовно-нравственное воспитание молодежи сегодня – это важнейшая задача для всех жителей планеты. И для нее в частности. Ну, конечно, безусловно, я должна постараться, чтобы люди поняли бы, как это важно. Потому что я при моей жизни была свидетельствовать в странах, где оно было и где оно потеряно в некоторой степени. Как это печально теперь выглядит. Молодежь тоже как-то потеряла свою опору на всю жизнь. Ивановские чиновники и бакслужители получили от княгини специальные медали, учрежденные к 400-летию кончания смуты. От региона Марии Владимировне подарили шкатулки палехских мастеров.